Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1070. Событие дня за 20 ноября 2018 года. Кремлянам 8-9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. 1 Коринфянам 6-19. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Наше объявление постоянное. Можно тормозить, прочитать дальше, чтобы быстрее продвинуть. Гуру пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Надеюсь, что Господь укрепит ваше здоровье и даст вам многие лета. Вот вспоминаю порой некоторые ваши высказывания и комментарии к видеороликам. События дня. Вы как-то упоминали в одном из многих. Я так понял, что за меня. То есть за меня, то есть за мне. По крайней мере, я принял на свой счет, что вот квартиру поменял, поменялась обстановка. Только то и то немного. То лет якобы ближе к кухне стал. А так-то все осталось по-прежнему. Какой был злопамятный, жестокий, гневливый и обидчивый, такой и остался. Вот теперь только вспоминаю и понимаю, насколько вы дальнозорки. Но я так себе поставил. Где постом и молитвой не получается искоренить такие страсти, там буду покаянием, исповедью и причастием выжигать. Но я так себе поставил, поставил так. Многое мне не под силу. А Богу все по силе. Слава Христу. Аминь. Роман пишет в ролике. Священник посмотрел некоторые видео из Потеряевки-то. И я ему напомнил о них. Но он, оказывается, противится Богу, Библии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. А также он против дел людей из Потеряевки. Мир Игнатию Тихоновичу и его общинникам. Василий пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мы как-то беседовали по скайпу в открытом эфире с год назад. Я Василий, пытающийся перейти в православие, но так и не перешел. Вы говорите о вашем правиле беседовать в открытую? Ну что ж, я согласен. Только если вы дадите обещание нашу беседу оставить открытой. Даже если мои сомнения по поводу истинности православия будут выглядеть убедительно. Не уберете эту запись, коль сами предлагаете не делать тайны. Я в США живу, если помните. И прошу понять, что мои сомнения не просто как сектанта фанатично отвергающего православие, но как желавшего его принять было, но тщетно. Я не принадлежу никакой религии. Сейчас верю в Христа. Я ему отвечаю. Иеремия 2, 24, 23. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя и не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое в долине. Познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, привыкшую к пустыне дикую ослицу, страсти души своей глотающей воздух. Кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся. В ее месяце они найдут ее. Не давай ногам твоим истаптывать обувь, и гортани твоей томиться с жаждой. Но ты сказал, не надейся. Нет. Ибо люблю чужих и буду ходить во след их. То есть я ни одного слова ему своего не сказал, а взял из Святой Библии. Он тут же ответил. Это как понимать? Пытаюсь понять, я православие это или ходить в следствии с чужих богов. Проходит еще 15 минут, он заходит. Ну и в ходе моих исследований и молитв с крестным знамением у меня возникает некоторое потерящее не в пользу православия. Но почему вас это должно раздражать? Ведь нет. Вот сколько размышлений здесь. Не в пользу православия. Он не говорит, что не в его пользу, и что он привык бродить где-то, и ни за что не отвечает. Эпитемии никакой нету, ни при счастье, ничего нету. А можно ли такого исправить? Очень трудно. Он делается циник такой человек. Почти невозможно. Он привык шататься там. Это непривязанные собаки, шатохи называется. Это шатохи. Он везде был. Он дома не сидит. Он в воскресенье на разное собрание, где объявление прочитает, идет, и сразу находит что-то не так. Но главное, его к церкви не тянет. А пришел бы каждое богослужение, отмолился, отстоял где-то в уголке, когда оглашенный из Эдити вышел. Нет. Он все это сравнивает. Писание якобы хорошо знает такой человек. Я даже не о конкретном говорю-то. Этих Василия-то и Васиши нам-то много. Юрий Соболев. Благодарю за беседу, Игнатий Тихонович. Мы беседовали тут. Он задавал вопросы по этому расколу с Константинопольским патриархатом, с Украинской церковью. Всегда в беседах с Вами нахожу для себя душеполезное и назидательное. Взял от Вас для себя уже давно евангельские слова о том, что на миссию Бог посылает подвое. А изучая на наших занятиях книгу «Исход», обнаружил указания толкователей на то, что это ветхозаветнее постановление прообразуется уже в ветхом. Моисей и Аарон тоже двое. Вроде очевидно, а не знал. Игнатий Тихонович, вот о чем хотел спросить. Вы часто упоминаете о месте Писания, где злой дух говорит Богу, что он войдет в уста пророков и сделает их лживыми? Подскажите, пожалуйста, где это место? Вот где это место? Надо, значит, знать, где это место и тогда проверить. Я на это говорю. Вошел, но неизвестно, вышел ли. Второе параллель, помянуваем, 18-19. «И сказал Господь, кто увлек Бахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галатском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал перед лицом Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так. И теперь вот, попустил Господь духу лжи войти в уста всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Стали там спрашивать, вот почему сейчас так, безнравственность такая. Вот я говорю, посмотрите «Изменяющее время», фильм об отношении верующих к Богу. Ну и вчера этот фильм я назвал так, не фильм, а видеоролик. «С Юрием Соболевым из Красноярска. Раскол? Что есть в осколках? Что делать? Кто виноват?» 20 ноября 1918 года. Наталья Чернова. «Мир вам, Игнатий Тихонович, посмотрела ваши ролики «Христиан-128. Услождение сынов человеческих. Разные музыкальные орудия» за 17 ноября 1918 года. «Неожиданно было увидеть вас в роли дирижера, но когда пошло произведение «Танис саблемет», я вообще, как Надежда Васильевна, разулыбалась. Очень мило и трогательно. Спаси, Христос, вас. Да я ведь не то, что там, а... Он просто показал, как они машут. Хотите, если это пародию показал? Владимир Иванов уже не раз пишет. «Дорогой Игнатий Тихонович, очень хочу приехать к вам в гости и услышать ваши проповеди вживую. Кормить меня не надо. Деньги есть. Остановиться могу в гостинице. Главное – это увидеть вас и услышать вас. Обнимаю вас, мой дорогой. Всегда ваш Владимир Иванов». Вот не знаю, вот Владимир Иванов. И пишет, и хорошо, и вот внутри что-то напрягает меня. Как будто бы через забор кто-то хочет меня обмануть. Не знаю. И в Потеряевку он собрался приехать, сыну 19 лет, невесту поискать, там то другое. С собой туркменов, там узбеков привезти, даром работать. Он оплатит все. Вот, ну, насмешка какая-то. Вот, не знаю. Скажет, а почему так? Ну, не знаю. И отвечать ничего не хочу. Я просто молюсь, и, ну, может, человек действительно тот, которого вы ищете. Может быть. Но тогда же вы потеряете его. Может быть. Я говорю, как есть. Понимаете, как в Потеряевку приезжать, он приехать. Это там труднее будет. А здесь, ну, вот, на воскресенье, на один день, можно не пригласить, а разрешить. Сегодня, наверное, впервые отвечу. Вот так. День в городе сейчас. Куда из дома-то не выхожу. Сходил на улицу, Воробьев, Жуланов покормил, голубям залез. Все, еду заменил, вычистил у них. Ну, все там, это все-таки время. А тут дальше кошка заболела, рыжка. Ухажив за ней. Вчера тут натирали ей особым лекарством самодельным. И сегодня встала она. Я молился об этом тоже. И ходит. Вроде бы никуда не ушла. Я не вижу, где она. Там, наверное, кормить надо. В кухне. Вчера Игорь приезжал в Барабаш. Ну, последняя неделя поста. Ну, возьмите хоть молока в бутылку. Вот я говорю, не надо, у меня не на что брать. Он засмеялся, заулыбался. А Володя что-то забыл, ничего не взял. Я обойдусь, говорю. Я не беру никогда. Нет ничего. Я не нужды не имею. Не то, что там я сокращаю себя. Просто не нуждаюсь. А он дает. Да, да, он дает. Дает иногда. Я сразу же рассчитываюсь. Я не беру у него так. Потому что он едет, валюту, молоко, ухаживает за коровами. Ну, они подсовывают мне. Раньше тут Глушков приезжал, тут машины, бывает, оставляют у нас прицеп. И точно так же. Да вот порвалась, а не кондиционная порвалась там вверху пленка, в мешочек сметаны завертанная. Я знаю уже как. Все равно ему деньги в карман суну. Мне не надо это. Не надо. Но они понимают, что я могу сказать. Вот. Вот где я махал руками, это, видишь, даже люди приезжают. Приняли. Вот. Это мой мир. Страница моя. К истине. Два. Собачка. Мейл.ру. Это почта. Удобно переписываться. Много фотографий. Легко искать. Считай лучшие системы среди одноклассников. Вконтакте, фейсбук и твиттеры. Лучшие. Не говорю, что в районе журнала. Фейсбук особенно не люблю. У меня есть везде странички, и там кто-то работает. Наши администрации, там модераторы. Я не касаюсь туда. Но не люблю. Зайду иногда раз. Начинаю. Ответишь. Не знаешь, куда еще. А здесь все открыто так. Система благословенная. Я не знаю, почему в самом начале я именно на нее меня вывели. Я за нее молился, за эту систему. Но была она, лучше придумать нельзя. Но, видимо, потом власти заставили их изменить. Одновременно можно было послать 12 фотографий на 10 тысяч человек. Несколько только, ну там, 3-4 раза щелкнешь, и уже вообразить невозможно. И одновременно 5 тысяч знаков, букв, можно было послать на 10 тысяч человек. А сейчас на одного, одну фотографию пошлешь, уже система тебя вот такие кривые цифры выбросит. Вот набери буквы это. Сидишь, сидишь и не рад ничему. Поэтому ничего не трогаю. Ну, у меня тут есть 22 тысячи 413 фотографий, и видео маленькое перенадите сюда, 9 тысяч 552. Вот так. Ну, и, конечно, очень хороший у нас православный форум. Вот, Анна Игнатия Лапкина. 1600 тем. Ну, и главное, это православный видеоканал «Открытым оком о свете Библии». У нас в своих 13 тысяч 150 роликов. Много. Конечно, много. Вчера только выставил. Да не вчера. Еще, я говорю, 2 часа назад. Ну, может, 3 часа. События дня. Никогда много не было. А сейчас 110. Вот, занятия по исследованию Святой Библии. Воскресенье. 101. За 2 часа. Кошки. Египетское чудо. Совершенство. Это 120, больше всего. И главное, это притча. Номер 14. «Однажды смотрел я сквозь решетку». 140. Вот я здесь, камера наблюдения, я смотрю, там кто приходит. А «Житие святых». Вот оно, 12 человек. Вот, я на Златоуста, и насчитано 6. Но, заметь, кошки 120, а это 6. Ну, еще тут непонятно. В 20 раз меньше. Ровно в 20 раз. И вот, утреннее моление было, что часть тегликерия 158. Вот. Вот, вчера раскол выставил. Что такое раскол? Интересная цифра сейчас дошла уже. Просмотр в 666. Цифра интересная. Ну, вот, кошки заболела одна. Про рыжую. Это 514. Советует, что, как. Собираемся на молитву. Вот, собираемся на молитву. Надежда Васильевна идет, а я гляжу, как она там кланяется на крыльце. Как заходит, там снежок идет. Ну, ничего такого-то, ну, нету. Ну, 8 минут я еще тут по комнате, по камерой провел. Вот. Но уже, правда, 22 часа назад. Уже 2472. Ну, не знаю. То есть, люди просто, а что там есть заглянуть? А что такое? Собираемся. Как собираемся? Вот. Вот за события дня никогда не было так много. 560 стало. Вот. Надежда Васильевна там пела. Что-то услышит. Видите, этот, Володя говорит, она поет там. Поет, иди, сними ее там. Вот он поснимал ее. И уже посмотрели ее. 851 человек. Просмотров. Собрание поставил. 627. Просто посмотреть, где. Вот. Дальше у нас тут и пойдут. Я показываю. Все еще под замками. Вот оно как. Обнаружить и поймать мышь. Володя перекладывал там мешки. Я поставил, как он, 1525. Ну, там вообще ничего нет. Он мешки на себе таскает. Перетаскивает. А вот, главное, тут события дня. Тут гликерия. Глаза закатило. Вот. 1250. Такого и не было. Это для нас много, конечно. Да благословен Господь. Храм Христа Спасителя. Я говорю, там снимите немного. Посмотреть, как торгуют. Ну, она торгует. Это 1725. Голубева Екатерина. Тут 1014. Ну, это уже давно. Два дня назад. А занятия с детьми ведет. Дмуха. Надежда. Вот такое вот посмотреть. Интересно. Услождение сынов человеческих разное. Это музыка. Я дирижировался тут. Ну, в видеородии 668 уже. Вот так. Ну, тут хотел показать. Один такой ролик. Утро. Снег. Я шел мимо просто. А Володя уголь набирает там. Подскребает. Ничего, ничего нету. Уголь. Семь минут. Я вышел там. Так. Показал. Ну, уже 4 дня назад. 8039. Ну, 8 тысяч человек. Увидели, как он уголь берет-то. И Володю похвалили. Вот. Хорошо. Он на голубят не был. Тут 764. Вот. 8 тысяч. Вообще. В Германии тут разговаривал с одним. 1200 человек. Я просто показать. К чему люди больше склонны. Что именно интересно. А вот. Наружи. Однажды смотрел сквозь решетку. 1972. А Златоуз 14. За 5 дней 14 человек заглянуло. Ну, что тут говорить-то. Тут вообще. Лестовку я объяснил. Что такое четки. Тут маленько посмотрели. 1800. Вот так. А вот. Бузка и ее детки. Наше отношение к живности. 5 тысяч. 314. 314. Вот так. Ну, что пришла. Рыженькая моя. Ну. А все же. Вчера я даже не могла. Василия не ела. Двое суток, считаю, почти. Не ела. По дате. Что тут такое. Сначала новое. Самое популярное. Вот. Какие популярные у нас ролики. К чему люди склонны. Самое первое. Расчет за работу. Бульдозеристу я давал. 668 тысяч. Посмотрели. Ну, больше полмиллиона. А второе. Чем интересует. Думали. Ну, я рассчитываюсь. Расчет. Как? Все, говорят, думали, дед идет за зарплату. А тут он дает. И давай. На этих смотрят. Вот это стоит человек. Ну, просто жидовская морда. Видно. Жадная на деньги. Нет бы то. А вот тут обедаем. Завтра. Как хорошо. В деревне православной. 599 тысяч. Посмотрели. И недовольные. Там что-то. И гусеница соскочила. Как бы не было аппарата, ничего бы не записал. У бульдозера 581 тысячи. Шерчней сожгли 508. Вот из этого что тут духовное есть? Ничего тут нету. Вот. Потом завтрак. У нищих еще один завтрак. Вот тут поменьше. Сразу наполовину. 278 тысяч. А вот тут полиция приезжала по Тимошке. 215 тысяч. Пьяные приехали из Ребрихи. 205 тысяч. А вот Игорь дрова колет. На дрова коле. А Сашка не вышел. Молодой зять дома и не помогает больному спиной. 204 тысячи. Вор пойман. Тут тоже 202 тысячи. Ну, тут уже дальше меньше. Бойщий бунт против. Нигде нету, чтобы на первом месте занять. И живите в деревне. Тут хорошо. 190 тысяч. Нас снова посетили баптисты. 179. Пьяный тракторист Попов. 173. Вот пьяных любят посмотреть. Грейдер. Купаться на Южном пруду удобнее для малышей. 157 тысяч. Ужин во время поста опять про еду. 150 тысяч. Прибытие новых. Приехали мы на завтрак или обед там. Обед, наверное, на холме. Тоже 140 тысяч. Вот. Опять же про дрова кола. Другой раз. Обед возле Южного пруда. 131 тысяча. Вот где еда идут, ты сильно любят. Видимо, городские голодные. А другие бывают голодные такие, что злятся на нас, что мы обедаем. Неправильно. Вот тут пошла тут рыбалка, голуби. Пруд почистить. И опять скажи, что ты употребляешь в пищу. Я скажу, кто ты. 123 тысячи. Ну, нигде, ни одной нету. То, что бы популярно было, где у нас идут занятия, проповедь, златоуз, жития святых, добротолюбие. Библия. Смотри, я перечисляю. Духовное нету. Там мизерное. Вот совсем. Я лежу, сплю, меня тут будет. И кто из подкаблучник? Почему он вреднее самой смерти, которой жене подчиняется? 87 тысяч просмотров. Вот так. Ну, тут все, мужики согласны. Все зло от женщин идет. Вот. Вход в канал. Ну, а тут вход в канал, тут песнопение. Услышали. 82 тысячи. По группе Дятлова. 77 тысяч. Все. Разные версии, как они погибли. Да бесы вошли, бесы, демоны вошли внутрь и умертвили. Вот. Галя приехала. Приехала с батюшкой Галина Загуляева. И вот все там. Ой, какая фигура точеная такая. Мне бы такую жену другой. Видно, что это верующая. Какие у них женщины? Нельзя ли к вам приехать, у вас жену поискать? Она ничего, приехала. Ну, правда, тут рыбу привезла. Немножко поговорили. Вот так. Дальше. Никита принес обед. Ну, тут уже совсем много. 60 тысяч. Что за завтрак у бедняков после канона Андрея Критского? 57 тысяч. Вот что людям больше всего нравится? Проверить, как мы питаемся. А вот тут дальше. В чем мы питаемся? Еда вообще 54 тысячи. Расчет полный. За две недели дают тоже тысячи. Ну, что тут говорить-то? Похороны жены участника. Эту Чернявскую хоронили. Вот такое дело-то. Благодатное утро обедаем. Как страшно быть бомжом. И все это за столом сидим где-то. Вот так. Ну, и все на этом сегодня. А, еще наш ресурс. Показать православный библейский сайт. Очень богатый. Очень большой. Считаю, самый богатый по-духовному вообще в мировой сети. Не знаю, просто так говорю. Потому что, ну, кто бы 50 книг Ауди насчитать? Я один насчитал. 4124 ответа. 4124 ответа. Чтобы у меня... Его личный книг. Вот у меня здесь 41 книга. Фильмы они сняты. Что интересно. Называют. Златоус из Потеряевки. Фильм назвали. Кто меня спрашивал? Я и не знал, что фильм этот будет. И когда... Прямо умирают от этого. Ой-ой-ой. Да такое. Да это так о себе. Ну, не... Зависть. Главная это причина зависти. Что у нас все есть. Живем мы мирно. Благодарение Богу. Тут у меня из-за стола во время занятий попросила жена выйти. Я там... И лезь туда. Или не залазь. По другим. Обойди. Я не встаю. Дед так. Ой-ой-ой. В ее защиту. То-другой. А тут-то увидели. Там толкнула девчонку. Так запомирали. Такая. Ну, не знают, не видят. По одному-двум поступкам судят о человеке. Вы не знаете. Вот у вас у всех... Кто жены есть или кто они ваши? Там гражданская жена. То есть блудница под боком. Во сколько встает? Даже одно-то. Мне никогда не приходится ее будить. Ну, может быть, редко-редко где-то что-то там. Все. Всегда в 4,40. Уже на ногах. Такие героические мужики. А жену разбудить не может. Во всем остальном он еще там может голос повышать. А тут шабаш. А она отдыхает. Вот. А меня Бог миловал. Она у меня особенно активна. Положительно активна. Когда я немощно болею или в тюрьме сижу, ну, тут она на крыльях летает и за знакомство заведет, и в небеса вознесется и оттуда в лагерь заглянет. Вот. Поэтому, видишь как, на чем основано-то. Ну, я боюсь болеть и боюсь, не боюсь тюрьму, а не хотел бы. Тут начнет командовать. Скажет, подкаблучник, старый дед, с ума сошел. Ну, пока все, слава Богу. Да, попробую показать. Я говорю, не без жены. Она рядом сидит и смеется. Вот так. А там сидит этот. Я ему решетку сделал, покормил. Ишь, бьется. Это не белый Палин, сынок. Ну, а Володя там на кухне чебарничает. Это я так выгорался из себя. Все пока на этом. Спасибо.